Собственно, первым докладом будет доклад про близнецов, вот именно про этих самых, и прочитает его Илья Захаров, научный сотрудник психологического раздела РАО. Психологический институт РАО, но это неважно. Всем доброе утро. Для начала я бы хотел обратить ваше внимание вот на этот слайд, это одна из самых важных частей моего сегодняшнего выступления. Если вы знаете близнецов или вдруг вы сами близнец, и у вас есть свободное время, приходите, пожалуйста, на исследование к нам в лабораторию. Я в течение лекции расскажу, зачем и почему нам так важно собирать близнецов, а почему нам так нужно много близнецов, а нужно нам очень много. В общем, если вы кого-то знаете, кто готов прийти поучаствовать к нам на исследование, приходите, контакты все здесь есть. Итак, можно следующий слайд. Как называется тема моей лекции? Называется это все генетическая психофизиология близнецы как естественный эксперимент. Ну, это на самом деле было сформулировано так, чтобы вас немножко забугать. Все немного проще. Можно следующий слайд. Итак, скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, кто вот это такие? Кто-нибудь узнает? Нет? Нет здесь любителей кино. Кто знает актеров кино начала 20 века, но не Чарли Чаплина? Каких еще знаете? Окей, ладно. Это менее известная у нас в стране, но на самом деле очень известная в первую очередь в Америке семья братья Груччо, которые, вся семья целиком были очень известными артистами в начале 20 века и они, соответственно, внесли большой вклад в мировой кинематур. Можно следующий слайд? Окей, может быть, вы не знаете вот ту кинематографическую семью, но вот этих троих людей вы узнаете? Кто здесь? Михалков. Да, это семейство Михалковых, тоже кинематографическое, тоже внесшее, кто бы что ни говорил, большой вклад в советский кинематограф. Ну, мы про двоих младших и вообще в советское искусство, если говорить про всю семью. Можно следующий слайд? Разные бывают семейства, не будем. Об этом можно следующий слайд. Еще один пример. Вы сейчас, я думаю, уже начинаете понимать, о чем я говорю. Кто знает такого композитора Баха? Может быть, вы знаете, может быть, нет. На самом деле, семейство Бахов было очень плодовито до композиторов. И вот здесь есть родословная, в которой звездочки, может быть, не очень видно, но, в общем, звездочками показаны талантливые, добившиеся большого успеха музыканты из вот этого семейства. Ну, собственно, на самом деле, это те, кто звездочками отмечен, это те, про кого мы знаем, что они внесли какой-то вклад в музыку. Более-менее музыкальным была вся эта компания, о чем, на самом деле, описывают, что какие-то семейные сборища Бахов были до 150 человек, где, соответственно, все в той или иной степени шарили в том, что такое музыка. Можно следующий слайд. О чем, собственно, я буду говорить? И чем вообще мы занимаемся в нашей лаборатории? Проблема, которую мы стараемся изучать, очень красиво звучит по-английски. Называется это nature versus nurture. Если переводить на русский, проблема, которую мы изучаем, это соотношение воспитания или среды. Я буду все эти термины еще подробнее объяснять. И каких-то генетических факторов, то есть каких-то природных факторов в том, как мы с вами устроены. И в том, например, наследуется ли интеллект, наследуется ли талант, наследуются ли какие-то личностные качества. В общем, на все эти вопросы мы пытаемся отвечать в нашей лаборатории. Можно следующий слайд. Ну, вы понимаете, что не все наследуется. То есть есть некоторые семьи, в которых не все передается так, как, в общем, не любой талантливый отец родит обязательно талантливого сына. Ну, хотя здесь, конечно, другая ситуация. Можно следующий слайд. Значит, давайте начнем издалека. На самом деле, изучать вклад наследственных и средовых факторов в какие бы то ни было показатели стали еще, в общем-то, до того, как активно были разработаны современные методы для того, чтобы определить вот эти вот наследственные и средовые факторы. И вообще, в тот момент терминология была несколько другая. Был такой очень известный, по крайней мере, в психологии, но не только, ученый Фрэнсис Гальден, который принадлежал известному роду. Собственно, вот можно не переключить пока назад. Справа это Фрэнсис Гальден, слева это Чарльз Дарвин. Фрэнсис Гальден был троюродным братом или троюродным племянником Чарльза Дарвина. И он очень гордился тем, что он принадлежит к этому знатному роду. Ну, в общем-то, было чем гордиться. Более того, в их роду вообще было большое количество известных ученых и просто талантливых людей. И Фрэнсис Гальден решил, что ему очень интересно вот то, что они такие все талантливые. Это как-то связано с тем, что они одна семья или нет? И не просто решил заинтересоваться этим вопросом, но и разработал целую методологию для того, как изучать вот подобные вопросы. Первое и самое логичное, что он придумал, это изучать родословные каких-то семейств. И смотреть, вот как мы уже посмотрели, например, на семейство Бахов, смотреть, у какого количества родственников выражена какая-то способность. Ну, конкретно Гальден в первую очередь изучал не просто какие-то способности, он вообще смотрел на то, есть ли какие-то гениальные роды, то есть какие-то семейства, в которых каждый второй гений в той или иной области. Соответственно, придумав вот этот метод родословных, Гальден заложил начало, какие-то основы поведенческой генетики, то, что сейчас называется поведенческой генетикой. Он разработал большое количество статистических процедур для того, чтобы не просто сравнивать эти родословные, не просто смотреть, ой, вот здесь талантливые люди, вот здесь талантливые люди, а на самом деле придумал множество процедур, которые до сих пор используются в психологии. И на самом деле его идеи привели к еще одной очень важной с точки зрения истории, науки и общества вообще вещи. Его идеи заложили основу для появления Евгеники. Ну, все знают, что такое Евгеника, правда? На самом деле, Евгеника эта вещь, конечно, очень неоднозначная, и после всем известных исторических событий, явно приобретшие абсолютно однозначно отрицательную окраску, это не значит, что те, кто начинал говорить про Евгенику, сразу думали о том, что произойдет в середине XX века. На самом деле, в начале XX века огромное количество продвинутых, хороших, честных и так далее ученых действительно считали, что было бы неплохо каким-то образом улучшить род человечества. Что такое Евгеника? Это, по сути, такая селекция только в применении к человеку. Если останется время, я потом постараюсь сказать, почему Евгеника это, может быть, и благое начинание, но, как минимум, преждевременное на тот момент и даже сейчас. Или вообще принципиально интересная идея, которая никогда не выгорит, но пока давайте двигаться дальше. Значит, что доказал Фрэнсис Гальтен в своих первоначальных работах? Он, собственно, изучал ту самую гениальность и показал примерно следующее. Что если ты, например, гений, то вероятность того, что твой сын будет гений, примерно 50%. Вероятность того, что твой отец был гением, процентов 30%. Если ты гений, то твой дед гений с вероятностью 15%, прадед с вероятностью 3%. В общем, на самом деле, данные на сегодняшний день не такие уж интересные, да и критиковать Гальтена было много за что. Но вот он первый, кто попытался рассмотреть количественную вообще взаимосвязь вот этой гениальности и семьи. Можно дальше. Ну, во-первых, давайте обсудим, что мы не учли пока и что не учел Гальтен. Мы говорим про природу, про семьи, про родословную и про выраженность каких-то способностей. Давайте подумаем, что кроме генов может влиять на выраженность того или иного фактора в какой-то семье. Ну, естественно, воспитание точно также оказывает роль в одной семье, о чем не очень-то задумывался, но не до конца, может быть, хорошо отрефлексировал Фрэнсис Гальтен. И в случае с теми же бахами их музыкальность можно объяснить гораздо проще. Просто тогда музыкальные знания вообще передавались в семьях. То есть, если у вас в семье были музыканты, то это была профессия, которую передавали из поколения в поколение, и, понятное дело, в этой семье и рождались музыканты. Это не значит, что подход, связанный с родословными, совершенно не важен и не дает нам никаких знаний о том, что важнее природа или воспитание. Это значит, что там играют сразу два фактора, которые мы не можем разделить. И, вообще-то говоря, разделить эти факторы можно, тоже изучая семьи, но несколько по-другому. Можно следующий слайд. Так, видео у меня, наверное, не запустится, да? Сейчас попробуем. Да, не запустится, ну ладно. В общем, для того, чтобы все-таки разобраться с тем, природа или воспитание влияет на наши способности, можно следующий слайд? Значит, природа, может быть, специально для нас, создала близнецов, как некоторый такой естественный эксперимент, который позволяет ученым контролировать эти факторы. Ну, давайте сначала издалека. Близнецы, вот то, что мы обычно понимаем под близнецами, это два организма, у которых 100% генов одинаковые. То есть, это два организма, которые на стадии зародыша разделились пополам, и потом выросло два одинаковых организма. Близнецы встречаются не только у человека. Ну, по крайней мере, если говорить про млекопитающих, у большого количества млекопитающих рождаются близнецы. Тут у меня есть удачная возможность ставить котиков, чтобы презентация сразу стала красивее и вызвала у вас положительные эмоции. Котики не очень интересны с точки зрения близнецовости, а вот броненосцы, которые, может быть, вызывают у вас не столько положительных эмоций, как котики, на самом деле, невероятно интересный вид. Броненосцы, например, устроены таким образом, что у них в помете, у них в потомстве всегда рождаются даже не просто близнецы, а две пары близнецовости, в общем, четыре одинаковых организма, то есть они такими четверками размножаются. Зачем, почему, не могу сказать, может быть, у этого есть какое-то зоологическое объяснение. Я, по крайней мере, о нем не знаю. Если кто-то когда-то узнает, расскажите мне, это очень интересно. Давайте дальше. Ну, вы уже успели заметить, что про близнецовость я не знаю, не понаслышу. Следующую лекцию будет читать мой брат-близнец. И давайте еще чуть-чуть определимся в терминах. Я уже сказал, что близнецы это 100% идентичные организмы. Это не совсем верно. На самом деле, близнецы бывают разные. Может быть, вы помните из школы, что близнецы бывают монозиготные, это сокращается мутовками МЗ, и дизиготные близнецы. Дизиготные близнецы обычно называются двойняшками. Близнецы и двойняшки отличаются очень простой вещью. Близнецы похожи друг на друга на 100%, на 99,9,9 на самом деле. А двойняшки в среднем похожи на 50% друг на друга. Но это не значит, что они обязательно одинаковые или не значит, что они обязательно разные. Хотя бывают очень разные близнецы. Вот это не фейковая история, которую вы, может быть, встречали в интернете. Вот эту пару, в общем-то, можно называть с некоторыми ограничениями дизиготными близнецами, то есть двойняшками. Это девушки с разным цветом кожи, у которых, ну, мы не знаем точно, сколько у них генов одинаковые, но вот, которые примерно половину своей природы между собой делят. Знаете, что любопытно? Вот я, например, говорю, что мы с братом монозиготные близнецы. Я в этом уверен процентов на 99, но не знаю точно. Более того, научились различать монозиготных и дизиготных близнецов только в примерно 20-х годах 20-го века, когда придумали первые вот какие-то процедуры для того, чтобы прям количественно измерить вот это сходство между близнецами. Вообще-то бывают двойняшки, которые очень-очень похожи. Отличить вот таких вот очень-очень похожих двойняшек от близнецов не так просто. И те процедуры, о которых я говорю, вот процедуры в 20-х годах, которые появились, это были, в общем-то, некоторое количество вопросов, близнецы отвечали на эти вопросы, получали какое-то количество баллов, и потом можно было сказать, если баллов много, это, наверное, монозиготные близнецы, если мало, то дизиготные близнецы. Да и то, на самом деле, это не стопроцентно точный метод. То есть, может быть, мы конкретно с братом не брали свой идентический материал, чтобы его сравнить прям последовательно, может быть, вдруг выяснится, что мы дизиготные близнецы. Это, в общем-то, всегда некоторые есть такой элемент тайны. До сих пор в исследовании с близнецами нужны дополнительные методы для того, чтобы уточнить, кто вы, монозиготные близнецы или дизиготные. Давайте дальше. Что такое близнецовое исследование, которыми мы занимаемся? Итак, мы уже выяснили, что монозиготные близнецы похожи на 100% с точки зрения где-то, дизиготные близнецы в среднем на большой выборке похожи на 50%. Это позволяет нам разделить в семьях эффекты воспитания и эффекты генов. Каким образом? Нам просто нужно брать монозиготных близнецов и дизиготных близнецов и сравнивать их похожесть. Какие факторы влияют на похожесть дизиготных близнецов? Это 50% общих генов и 100% общей среды. То есть они растут в одной семье и, по крайней мере, без некоторых оговорок, семья одинаково их воспитывает. Поэтому эти два фактора вместе приводят к тому, что двойняшки становятся похожими в каком-то показателе. Например, книжек одинаковое количество читают. Может быть, потому что они умные и им интересно читать книжки. А может быть, потому что у них семья такая, в которой принято читать книжки, поэтому там нет вариантов. А монозиготные близнецы, соответственно, у них 100% общих генов и общей среды тоже 100%. То есть вот этот фактор, фактор общей среды не различается у монозиготных близнецов и у дизиготных близнецов. Таким образом, мы можем считать, что фактор вот этой общей среды мы контролируем. И у нас те различия, которые есть между парами, уже не просто близнецами, а между парами близнецов, они как раз и связаны с тем, какой вклад генов в ту способность, которую мы изучаем. Соответственно, надо уточнить, что кроме общей среды, бывает еще индивидуальная среда. Конечно же, близнецы, даже если они учатся в одном классе, у них есть немного разных друзья, они могут в разной последовательности читать книжки, у них могут быть травмы какие-то, которые один может попасть на неделю в больницу и так далее. Вот есть какая-то индивидуальная среда, которая тоже накапливается, ее тоже необходимо учитывать, если мы хотим понять, с чем связан тот или иной фактор. Можно следующий слайд. Соответственно, модели, которые мы строим, модели наследуемости, тех или иных показателей могут быть очень разными. Я сейчас не буду подробно останавливаться на этих моделях, просто их назову. Ну, в первую очередь, это средовая модель, это значит, что какой-то показатель зависит от воспитания. Ну, в первую очередь, это воспитание, давайте говорить шире, от среды, которая окружает человека. Ну, это, конечно же, не только воспитание, условно говоря, там, благосостояние семьи, возможность, не знаю, хотя достаточно кормить детей, это тоже фактор среды, который тоже может влиять на выраженность тех или иных показателей. Соответственно, это средовая модель, когда показатель зависит от среды. Есть простая генетическая модель. Простая генетическая модель, это когда показатель зависит, в общем-то, почти на 100% от генетики. Ну, здесь давайте сразу вспомним, что есть вообще, если мы будем говорить не про способности только, а вообще про то, что отличает людей друг от друга, понятное дело, что есть, например, какие-то наследственные заболевания. Дельтонизм. И дельтонизм как раз объяснял собой простой генетической моделью. Есть какие-то гены, которые, если у вас есть эти гены, то у вас есть эти заболевания. Если этих генов нет, то этого заболевания нет. Правда, нужно учитывать, что не все так просто. Когда мы говорим про наследственные заболевания, действительно, какие-то вещи могут работать с точки зрения, есть ген, вернее, даже не ген, есть аллель гена, и тогда у вас там выражен один признак, нет аллеля гена, признак не выражен. На самом деле, в изучении способностей, да и вообще в изучении огромных, почти всех признаков, связанных с человеком, так просто не работает. Та простая картинка, которую кто-то, может быть, помнит из школы с горохом и наследованием, это называется Мендельское наследование, работает совсем не так часто. И есть, так называемое, еще аддитивное наследование, когда большое количество генов по чуть-чуть вносят добавки в выраженный с того или иного признака. То есть, условно говоря, чем больше у нас генов, тем более у нас выражен признак. То есть, это не доминантные или интенсивные взаимоотношения, когда или есть, или нет, или сильно выражено, или слабо. А это какая-то количественная такая шкала, на которой признак может быть выражен чуть-чуть сильнее, чуть-чуть слабее. Давайте дальше. Первая часть, вот это классические близнецовые исследования. Это очень круто и очень интересно. Но на самом деле, у ученых есть, правда, наши возможности ограничены, но все-таки у нас есть еще более крутой метод для изучения вклада генетики в какие-то способности, в какие-то показатели. И это метод разлученных близнецов. Кто такие разлученные близнецы? Разлученные близнецы — это дети, которых в детстве... Пару близнецов, которых в детстве отдали в разные семьи, усыновили в разные семьи по тем или иным причинам. Соответственно, чем отличаются у нас разлученные близнецы от обычных? У них все те же 100% общих генов, при этом у них на 100% различающаяся общая среда. То есть у них не совпадает, опять же, сейчас не будем усложнять картинку, но в целом не совпадает семейная среда. Поэтому если между близнецами есть какие-то различия, то эти различия мы будем объяснять средой, вот такими разлученными. Если между этими близнецами различий нет, то есть сходство, то это сходство мы будем объяснять соответственно генами. Про таких вот разлученных близнецов есть красивые истории. Конкретно вот это — два близнеца, которые встретились, когда им было уже 30 лет. На самом деле, мы точно не знаем во сколько лет их разлучили, не с самого рождения, чуть попозже. Но потом их, соответственно, отдали в разные семьи. Обоих назвали джимом в этих семьях, то есть это два джима. Сейчас не помню, какие у них фамилии. У обоих этих джимов в одном и том же возрасте была свадьба, они шинились на женщинах по имени Лиды. Значит, у них было одинаковое количество детей, у них были, по-моему, собаки с одинаковыми именами, одинаковыми породами и так далее, и так далее. На самом деле, все это не больше, чем курьез. Вот такой связи между близнецами нет. Я сейчас читаю лекцию и не знаю, о чем думает мой брат-близнец. Соответственно, он знает, о чем я думаю, только потому, что я говорю это вслух. Так вот, это не более, чем курьез. Людей много и вероятность встретить. Вот такие совпадения, на самом деле, довольно большая. Любопытно, что вероятность встретить такие совпадения не у близнецов, гораздо выше, чем у близнецов. Просто потому, что у близнецов гораздо меньше, чем у неблизнецов. Соответственно, вы гораздо проще найдете двух людей, которые даже внешне, может быть, немного похожи друг на друга, которых зовут одинаково. Они могут родиться даже в один день. У них будут одинаковые жены, семьи, квартиры, места, где они отдыхают и так далее. Просто совпадение вот этой одной пары нам ни о чем не говорит. В том числе для этого еще Гальтер разрабатывал фактические методы. Давайте двигаться дальше. Можно вернуться чуть назад? Про разлученных близнецов, вот что забыл сказать. Первое, это действительно очень классно для исследователей измерить что-то на разлученных близнецах. Есть несколько минусов. Первый минус связан с тем, что таких историй с разлученными близнецами очень мало. То есть, самое крупное исследование, которое есть, это порядка 100, может быть, 200 пар близнецов. И это в течение огромного количества времени, например, лет 30, набиралось это выбор. Это первая часть. Вторая часть, это, на самом деле, некоторая не очень этичная история, связанная с разлученными близнецами. Был один исследователь, который смотрел выраженность тех или иных показателей и вклад в генетических следовых факторов на близнецов. Это было несколько пар, которых разлучили специально. Вот кто-то повлиял в детских домах на то, чтобы этих близнецов разлучили специально, отдали в разные семьи. Ну, мол, интересно, что же произойдет? Как же они будут развиваться? Ну, на самом деле, для близнецов, особенно если их разделяют не с самого рождения, а уже в каком-то более-менее взрослом возрасте, там, 2 года, 5 лет, это, конечно же, огромный стресс. То есть, разлучать вот пару близнецов для них не очень приятно в этом возрасте. И в том числе поэтому, насколько я знаю сейчас, практически не осталось вот новых разлученных близнецов. То есть, в какого-то момента близнецов, даже если их устанавливают, перестали разлучать. Их стараются как бы отдавать в семьи вместе. Поэтому вот наши возможности исследовать что-то на разлученных близнецах, они ограничены тем, что уже есть. Теперь можно двигаться дальше. Ну, зачем все это делать? Для того, чтобы узнать, все-таки это гены или следа. Есть ли гены, например, алкоголизма? Есть ли гены, которые определяют то, какой у нас будет темперамент? Есть ли гены, которые определяют, например, политические предпочтения наши? Более того, даже не просто смотрят, есть ли такие гены, в общем-то, что-то находят. И даже находят какие-то конкретные биологические вещества, которые могли бы быть связаны с вот этими сложными способностями. Понятно, оставим за скобках, вы аудитория умная, что от генов до психологических способностей довольно далеко. То есть гены – это просто рецепт для того, чтобы изготовить какой-то белок. Этот белок оказывает какую-то функцию, выполняет в организме на клеточном уровне. И еще несколько, довольно большое количество ступеней, которые в итоге приводят все это к тем или иным уже способностям, про которые говорю я. И здесь история следующая. Сейчас я вам буду рассказывать, почему все такие исследования вообще, на самом деле, как мне кажется, не очень интересны с научно-популярной точки зрения. Потому что там все настолько непросто, настолько неоднозначно для интерпретации, что, в общем-то, вынесите сейчас примерно основную мысль и можете больше про такие исследования не читать, только если вам не хочется совсем глубоко разобраться в вопросе. Во-первых, обычно те или иные исследования, которые показывают различия людей, например, в политических предпочтениях, связываются с двумя-тремя основными генами, с двумя-тремя основными химическими веществами в организме, которые влияют на такое невероятное количество функций, что, в общем-то, ну, различие, количество этих веществ влияет на все наше поведение. И выделять тут какие-то отдельные способности или отдельные наши предпочтения не очень рационально. Тут, действительно, мы перескакиваем большое количество ступеней и просто теряемся, потому что, в итоге, все сводится к одним и тем же очень широким системам в мозге. Но это еще не все. Давайте двигаться дальше. Следующий слайд. Значит, на самом деле, ну, окей, все-таки первое, что я хочу сказать, что мы не изучаем, какие-то конкретные гены. Во-первых, потому что, как я уже сказал, огромное количество генов сразу вносит вклад в изменение каких-то показателей у людей. А во-вторых, потому что эти гены могут влиять еще на большое количество функций. о чем я уже сказал. Строятся, я уже об этом немножко говорил, строятся просто модели, насколько вот этот конкретный показатель связан с факторами общих генов, с факторами общей среды и с факторами индивидуальной среды. Вот пример. Это картинка из одного из таких исследований, когда, соответственно, изучались некоторое количество интеллектуальных способностей. И здесь вот красным изображено количество генетического вклада в эту способность. Голубым — это фактор общей среды, а синим — это фактор различающей среды. Ну и вот здесь вот понятно, что этих способностей огромное количество, изучаемых довольно конкретно, но в целом это исследование промелькнуло в новостях, и было сказано, что ученые обнаружили, что наши оценки, наши академические достижения, наш интеллект на 60% зависит от наших генов. То есть можно действительно сказать, что вклад генетических факторов здесь чуть-чуть больше, чем вклад в следовых факторов, причем и общей среды, и индивидуальной среды вместе. Под каким соусом это исследование было преподнесено в новостях? Ну, обсуждения встречались вплоть до того, что ну зачем нам учиться, если все равно наши оценки зависят от генов. Это вот самый такой брутальный вариант. Ну и вообще, если мы хотим быть умными, нам просто должно повезти родиться в умной семье, а наши собственные усилия здесь играют вторую роль. На самом деле все это, конечно, совершенно не так. Можно следующий слайд. На другом примере я покажу, во-первых, почему все не так просто. Другое исследование, которое тоже активно муссировалось в научно-гулянных каких-то новостях, это исследование, которое показало, что, сначала, вернее, были исследования, которые показали, что наши политические предпочтения зависят от наших генов. Если у вас один вариант гена, причем там говорили про какой-то конкретный ген, то вы, скорее всего, станете либералом. Если у вас другой вариант гена, то вы станете консерватором. И вот все эти хуливары в интернетах относительно того, кто прав, кто не прав, это не наша какая-то рациональная позиция, а просто нам повезло, я не знаю, или не повезло родиться с теми или с другими генами. Каждая страна выбирает, подставляет там свой вариант, что повезло, что не повезло. Более поздние исследования эти вопросы показали, что, конечно же, все не так просто. И даже те гены, которые уже вроде бы нашли, тоже не сами по себе определяют, будете вы или не будете либералом. А тут еще важен фактор, например, один конкретный фактор, который нашли, сколько у вас было друзей в детстве. То есть влияние генов опосредовано какими-то еще средовыми факторами. Количество друзей в детстве, вернее так, если вы носитель определенного гена, и в детстве вы общались с большим количеством людей, то вероятность того, что вы станете либералом, она гораздо выше, чем вероятность того, что вы станете консерватором. Ну, то есть понятно, что уже вот этот переход от генов в среде связан с тем, а какая среда нам в нашей жизни попадалась. Если мы смогли в детстве общаться с большим количеством людей, это повлияет на наши гены одним образом. Если не могли общаться, то повлияет другим образом. Так, давайте уточним, что на самом деле мы измеряем. Мы не измеряем, и никто, в общем-то, в исследованиях такого рода не измеряет, есть ли гены интеллекта, есть ли гены алкоголизма, есть ли гены темперамента, есть ли гены политических предпочтений. Ни в коем случае. Мы измеряем показатель, который называется наследуемость, и это доля фенотипической изменчивости популяции, обусловленная генетической изменчивостью. Что это такое? На самом деле, это то, о чем я уже говорил, просто названо словом наследуемость. Это то, насколько мы можем генетическими причинами объяснить то, что монозиготные близнецы более похожи, чем дизиготные. То есть то, насколько похожими нас делают какие-то генетические факторы. Не какие гены приводят к возникновению у нас каких-то функций, а насколько сходство между нами можно объяснять генами или следой. И эти сходства, как бы там, это все... Вы можете быть и умными, потому что у вас одинаковые гены, и глупыми, потому что у вас одинаковые гены. Мы не говорим про какие-то конкретные гены умности или глупости. Можно следующий слайд. Это первая часть. На самом деле, вторая важная часть, что мы не изучаем гены чего-то. На примере с политическими предпочтениями было видно, что средовые факторы влияют на то, как сыграют в итоге генетические факторы. На самом деле, все еще банальны. И это тоже не окажется большой новостью для вас. Вот как вы думаете, кто из этих ребят, кого из них скорее можно увидеть в библиотеке? А кого скорее можно увидеть в спортзале? Ну, у нас с вами в библиотеке все нормально. Значит, оказывается, что... В общем, тоже не очень удивительно, что... И то, что вот этот человек справа окажется в библиотеке. Окей, это стереотип, но, допустим, человек слева окажется в спортзале. Это не значит, что человек слева не хочет оказаться в спортзале. Ему просто не может оказаться в спортзале. Ему просто интереснее в библиотеке. Кому-то интереснее слушать, потому что популярные лекции. Кому-то интереснее в этот момент, я не знаю, жать от груди 120. И это называется генотип средовое взаимодействие. Наши гены определяют наши интересы. И, соответственно, то, какую среду мы себе выбираем, зависит от наших генов. То есть мы активно подбираем себе определенную среду. Мы живем в тех условиях, в которых мы хотим. Можно следующий слайд. И есть, на самом деле, данные, которые показывают, что это действительно так. Оказывается, что вот этот показатель наследуемости, про который я уже говорил, он не постоянный в течение всей нашей жизни. Пока мы растем, показатель среды играет гораздо более важную роль, чем показатель наследуемости. То есть пока мы молоды, огромное количество внешней следы влияет на нас. Это школа, это наши родители, это еще что-то. Но чем старше мы становимся, тем больше мы сами начинаем выбирать из тех возможностей, которые есть у нас, то, что конкретно отвечает нашим интересам. И таким образом мы начинаем усиливать роль генов в нас. Вот это данные, которые показывают, это даже не просто про какие-то психологические способности. Это данные, которые показывают, что наследуемость даже размера, объема конкретных структур в мозге меняется с возрастом. Причем, чем старше мы становимся, тем более выраженный становится вклад генетических факторов. Ну, условно говоря, потому что мы тренируем те области нашего мозга, которые хотят, чтобы мы их тренировали. Примерно так. Более того, на самом деле все еще сложнее вот с этими генетическими и средовыми факторами. Эти факторы зависят от той среды, в которой мы их изучаем. Представьте себе такую ситуацию. Мы изучаем уровень интеллекта у детей, которые живут где-нибудь в какой-нибудь беднейшей провинции в Индии или в Африке. И просто у детей смотрим уровень интеллекта. И выясняем в этом исследовании, что очень важную роль в том, какой интеллект окажется у детей, играет среда. Но исследование примерно это бы показали, сейчас вы поймете почему. А потом мы возьмем и посмотрим интеллект у детей, например, где-нибудь в Норвегии или в какой-нибудь скандинавской стране, где, соответственно, нет проблем с деньгами. Если мы смотрим на генетические и средовые факторы в том месте, в котором среда лимитирует вообще развитие каких-то факторов, то есть если банально в этой среде у кого-то может быть недостаточно пищи для того, чтобы у него нормально формировался мозг, то понятное дело, что в итоге средовыми факторами будет объясняться сходство или различие. И в этом смысле, если вам повезло родиться в богатой семье, у вас будет больше ресурсов для того, чтобы развиться, и ваш интеллект окажется выше, даже если изначально на генетическом уровне способностей было меньше, чем у кого-то, у кого способностей, может быть, было больше, но зато среда не подыграла ему. Чем больше мы выравниваем среду, чем меньше остается различий в среде, логично, тем более важным становится вклад генетики. То есть если мы уравняемся по какой-то среде, то мы и увидим, что люди отличаются друг от друга по генетическим факторам. И это, на самом деле, довольно важная вещь, которая говорит о том, что, во-первых, что мы все с вами различаемся. В целом, вот такой take-home message, что все исследования психогенетики показывают, что роль генов в выраженности практически любого признака, она есть. От 30 до 50 процентов, на самом деле, чем дальше, тем больше оказывается, что вклад генов везде примерно 50 процентов. Но это не значит, что все определяется геном. Более того, это не значит, что нам нужно ориентироваться только на гены. На самом деле, дело в том, что все исследования такого рода показывают, насколько важную роль играет среда, и насколько важно для нас не оставлять всех в одной и той же среде, а насколько важно для нас подбирать среду для разных людей такую, чтобы максимально развить то, что в них заложено генетически. И можно следующий слайд. На самом деле, и это тоже то, что вы могли бы, в принципе, помнить еще и школы. У нас есть генотип. Генотип – это совокупность генов, которые у нас есть. И у нас есть фенотип. Фенотип – это совокупность признаков, которые развились у нас благодаря каким-то генам. И они взаимодействуют между собой. То есть генотип определяет фенотип, а фенотип при этом влияет на то, какие гены в итоге заработают. Ну, это более сложная история, как именно влияет. Но в целом они взаимодействуют и есть влияние как в одну сторону, так и в другую сторону. Поэтому тот вопрос, о котором я говорил в начале, который по-английски красиво звучит «nature versus nurture», на самом деле на сегодняшний день никто уже не ставит. И на сегодняшний день бессмысленно спрашивать, это в нас от среды или это в нас от природы. И тот, и другой фактор играют важную роль. Вопрос только в том, каковы между ними взаимодействия. И детали там настолько сложны, что научно-популярные новости по этой теме я вам читать не рекомендую. Ну или рекомендую, но с большим количеством скепсисов. Вот о чем я хотел вам рассказать. Можно еще раз следующий слайд. Есть ли у вас какие-то вопросы? Давайте сначала еще один слайд. Я еще раз напоминаю, для чего мне нужно, например, было представить эту научно-популярную лекцию. Если у вас есть близнецы, двойняшки или настоящие идентичные близнецы, зовите их к нам на исследование, в лабораторию. Нам нужно огромное количество людей, чтобы справляться с теми статистическими трудностями, о которых я немножко говорил. А теперь вы можете слайд назад. Если у нас есть чуть-чуть времени, то я готов ответить на несколько вопросов. Ну, если вопросов нет, тогда большое спасибо за внимание. Мне было приятно с вами пообщаться. Я думаю, вопросы. Я могу ответить на несколько вопросов. Спасибо. .